Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Борьба с последствиями снегопада. В Самаре более 11 тысяч тонн снега вывезли на полигоны. К кому и какие вопросы остались? Путешествие в пространстве и во времени. В Самаре отправился в рейс первый экскурсионный ретро-поезд. Рождественское богослужение в особом режиме. Как православные верующие отметили, один из главных христианских праздников. Борьба с последствиями сильного снегопада стала главной темой на еженедельном оперативном совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной. В минувшие выходные объем выпавших осадков превысил месячную норму на 65%. Главы районных администраций и профильных департаментов доложили мэру о результатах работы коммунальных служб. Вся подробности в репортаже Анатолия Головко. За выходные с улиц Самары на полигоны вывезли более 11 тысяч тонн снега. Коммунальщики очистили все пути к школам, больницам и детским садам, а также более 70% остановок общественного транспорта. Эту работу должны закончить до конца дня. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента транспорта Юрия Топилина, сегодня автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки вышли на линию без затруднений. Вчера было тяжелее, потому что вчера были проблемы с утренним выездом, сегодня уже там почищено, автобусы выезжают, уже могут разъехаться. На еженедельном оперативном совещании глава города Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющих компаний. Далеко не все за минувшую ночь справились с уборкой дворов и внутриквартальных проездов. Материалы на недобросовестные управляющие компании уже передали в прокуратуру. Управляющие компании несколько расслабились, и к таким управляющим компаниям, конечно, будут приняты меры. Недостаточно техники было во внутриквартальных проездах и территориях, недостаточно дворников было. Надеюсь, в ближайшие часы это будет все устраняться. На совещании также обсудили график работы кровельщиков, которые очищают скатные крыши от снега. Отдельно Елена Лапушкина поблагодарила представителей предприятий, которые не только очистили свои участки, но и предоставили специальную технику в помощь районам. Анатолий Головков, Василий Колдашов, Константин Головин. События. А как ответственные управляющие компании справлялись с последствиями снегопада в минувшие выходные, зафиксировала наша съемочная группа. Наши корреспонденты увидели, как расчищают улицы и дворы, и куда вывозят выпавший снег. Объекты социальной сферы в зоне особого внимания. Подходы и подъезды к школам, детским садам и больницам дворники и спецтехника очищают в первую очередь. Также лопатами и ковшами орудуют и на внутриквартальных проездах, и у подъездов многоквартирных домов. Только в железнодорожном районе Самары каждый день на борьбу с последствиями снегопада выходят более 200 дворников и десятки спецмашин. Главная задача – обеспечить комфортное передвижение людей по вычищенным дорогам и тротуарам. Единственная сложность – припаркованные автомобили, которые затрудняют работу. Чтобы упростить труд коммунальщиков, жители заранее информируют об уборке. Во-первых, размещаются объявления на подъездах. Это обязательно делается. У нас здесь очень активно работают управляющие микрорайонов. Они знают практически каждого жителя, поэтому вместе все привлекаем все возможные силы – соседи, жители, управляющие микрорайонами. Жители некоторых домов и сами, без напоминаний, как только слышат звук снегоуборочной техники, выходят приставлять свои машины и призывают к этому своих соседей. Во многих дворах жители с пониманием относятся к временным трудностям и не мешают труду снегоуборщиков, стараясь не заезжать туда, где ведутся активные работы. Жители у нас дисциплинированы. Нам дают убирать спокойно снег, так как жители не заезжают во двор во время уборки снега. За городские дороги отвечают другие коммунальщики. Одни управляющие организации занимаются уборкой крупных автомагистралей, мостов и путепроводов. Другие убирают дороги второй и третьей категории. Но везде регламент работы одинаковый. Сначала автопоезд очищает проезжую часть, затем в порядок приводят тротуары и остановки общественного транспорта, где позволяет пространство с помощью техники. Где нужна точечная и аккуратная работа, дворники убирают снег вручную. Много клуб, где деревья растут, так скажем. Тоже вокруг них надо зачистку производить вручную, потому что они имеют круглую форму. Очень большая сложность, да. Поэтому люди лопатами, то есть, расчищают в труднодоступных местах, а все остальное делает техника. С улиц ли, со дворов ли, в любом случае собранный снег, погруженный в самосвалы, отправляется на специальные полигоны. В этом году в Самаре их 8, 5 муниципальных и 3 частных. Грузовики везут сугробы к ближайшему, чтобы сократить время доставки и сделать больше рейсов. На полигонах снег разравнивают и утрамбовывают, освобождая место для приема следующих партий. Затем он будет таять, стекая в ливневую канализацию. Всего с начала сезона на полигоны вывезли уже более 211 тысяч тонн снега. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 279 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день 34 602. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 246 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 31 777 пациентов. Тем временем в Самарской области школьники 6-11 классов возвращаются к очному обучению. Такое решение ранее принял губернатор Дмитрий Азаров. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Самарской области. Что касается других ограничительных мер, они продолжают действовать, сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте. Напомню, ранее из-за сложной эпид-обстановки в школы ходили только ученики с 1 по 5 класс, с 6 по 11 учились дистанционно. В новом году за парты должны сесть все школьники. Ну а в России впервые обнаружили британский штамм коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый штамм выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Напомню, генетическую мутацию коронавируса обнаружили там в декабре. Именно с ней британские власти связали резкий всплеск заболеваемости. По данным медиков, он на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. В Самаре продолжается дезинфекция в подъездах многоквартирных домов. Обрабатываются все поверхности, которых могут коснуться горожане. Контролируют, как выполнена работа представители администрации внутригородских районов. Как велась работа в празднике, расскажет мэри Елчан. В многоквартирных домах ежедневно проводится дезинфекция в подъездах. Обрабатывают кнопки домофона, ручки дверей и перила. Работа для недопущения распространения коронавирусной инфекции велась все праздничные дни. Жители относятся хорошо и благодарны за это, потому что сейчас такая обстановка и такая обработка очень необходима. В промышленном районе работа по дезинфекции самая масштабная. Здесь находится около 4,5 тысяч подъездов и 2,5 тысяч лифтов. С апреля 2020 года составили 31 протокол на недобросовестных коммунальщиков. Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты администрации Самары. Далее нарушители привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Основная задача на сегодняшний день, чтобы прекратить распространение данной инфекции. Регулярная обработка – это сейчас жизненно необходимый фактор, который с нашей стороны рекомендован всем управляющим организациям. Тщательную дезинфекцию ведут во всех районах города. За качество и своевременность санитарной обработки в многоквартирных домах отвечают управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Мэр Елчан, Григорий Пешаков. События. В Самаре прошел очередной рейд по соблюдению безопасности на территории объектов торговли в период пандемии коронавирусной инфекции. Проверяющие осмотрели зону фудкорта одного из торговых центров и кинотеатр. Особое внимание уделили информированию граждан старше 65 лет о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Подробности у Ольги Павловой. Свои новогодние каникулы 7-летний Артем Бобров провел с мамой. Утром первоклассник катался с горки на ледянке, а вечером посещал местный кинотеатр. Все необходимые меры безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции в семье Бобровых строго соблюдались. Это наша безопасность, это наше здоровье. Как мы все знаем, что коронавирус это очень опасная болезнь, которая очень долго лечится, оставляет большой, скажем так, осадок на всем нашем здоровье. Маски – это первая безопасность. Сейчас, как все знают, вторая волна коронавируса. И это безопасность. Обязательно надо носить маски, потому что без масок мы можем заразиться. В новогодние дни соблюдение мер безопасности на объектах торговли было под повышенным контролем. Регулярный рейд провели сотрудники администрации города и потребительского рынка. Проверяющие осмотрели зону фудкорта одного из торговых центров и кинотеатр. Под особым вниманием люди старше 65 лет. Они входят в группу риска и, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, должны оставаться дома. Они, конечно, в обязательном порядке информируются, люди старше, что они могут за волонтерскую помощь обратиться. Она широко представлена в нашем городе к родным, близким. Только в Кировском районе с марта 2020 года в отношении предпринимателей нарушителей было составлено более 250 административных материалов. Тем не менее, стоит отметить положительную динамику. Предприниматели стали дисциплинированнее, как и жители Самары. Если раньше горожане пренебрегали средствами индивидуальной защиты, то теперь найти нарушителей в зоне торговых центров города сложно. Жители столицы региона стали сознательнее. Бывает, но мы как бы уговариваем, и человек идет на контакт. Понимает. Прежде всего, безопасность. И люди понимают, и мы понимаем. У нас сотрудники понимают все это. Придерживаемся всего этого. В основной зоне фудкорта все столики распределены на дистанции. Забирать заказы покупатели могут со специального стола раздачи, не контактируя с продавцами. Дезинфекция поверхности на территории торгового центра по-прежнему идет в ежедневном режиме. В кинотеатре рассадку производят через одного. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Повышение стоимости нефти может повлечь резкое увеличение цен на топливо в России. Новые автомобили за неполные первые две недели нового года подорожали. Вложение средств в валюту, в недвижимость – наиболее правильные способы накопления денег в наступившем году. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Курс доллара на сегодня 11 января составил 73,87 рубля. Евро – 90,79 рубля. Нефть марки «Брент» в ходе торговой сессии понедельника снижается. И сейчас стоит 55 долларов 23 цента за баррель. Повышение цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на 10% до 56 долларов за баррель, может повлечь резкое увеличение оптовых цен на топливо в России. На фоне слабого рубля снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и ростов акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для компаний нефтяной отрасли. Как поясняют специалисты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпинга, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны. Однако, поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас, с учетом роста внешних котировок, он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке. И теперь нефтяники не получают компенсаций, а сами должны платить в бюджет и нести убытки. Новые автомобили в России за неполные первые две недели 2021 года подорожали на 2-5%. При этом многие производители еще не полностью отразили в ценах девальвацию рубля и продают машины в убыток. Дальнейший рост цен также подстегивает намечающийся на рынке дефицит. Запасы по старой стоимости заканчиваются, а пополнение складов ожидается в середине весны. Новые автомобили, которые выпустили уже в 2021 году, подорожали как минимум на 2-3% за первые две недели января. Например, цены на модели Volkswagen выросли в среднем на 2%, Audi подорожали на 2,5%, Mercedes в среднем на 4-5%, опции в автомобилях Volvo прибавили 5%, стоимость машин эконом-класса, таких как Lada, прибавит примерно 2%. Вложение средств в валюту и недвижимость – наиболее правильные способы накопления денег в наступившем году, считают экономисты. Помощниками в этом деле также будут паевые инвестиционные фонды и срочные депозиты. Формируя портфель валют, можно сохранять свои средства. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую, поскольку риски есть у каждой, советуют эксперты. Что касается ПИФов, то надо помнить, что такие инвестиции, в отличие от депозитов, не защищены государственной системой страхования вкладов. Но при этом данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В самарских трамваях установили 214 новых валидаторов. Аппараты для безналичного расчета появились в вагонах на 20 и 22 маршрутах. Охотно ли самарцы пользуются таким способом оплаты проезда и на каких еще маршрутах установят современные аппараты, узнала Лариса Шлафаст. Прикладывайте сюда. Зеленый уголчик загорается. Забирайте билетик. Современные технологии в действии. Валидаторы для безналичной оплаты проезда появились в трамваях, которые следуют по 20 и 22 маршрутам. Пассажиры говорят, система удобная. Я думаю, что удобно. И быстро, и недавно. Хотя и кондуктор помогает, конечно, нам надо. Все-таки удобно. Аппараты распознают банковские и транспортные карты, в том числе и социальные карты, по которым ездят пенсионеры. Также можно приложить к устройству смартфон с установленной платежной системой. Валидаторы – хорошее подспорье и для кондукторов. Облегчают работу, особенно в час пик. Нам, конечно, будет удобнее с валидаторами работать. Во-первых, то, что очень трудно в час пик перебегать с вагона на вагон. И для пассажиров это будет удобно, и для нас удобно. Всего для самарских трамваев закупили 214 новых валидаторов. Ими оборудовали 67 вагонов. Сейчас пассажиропоток составляет от 190 до 205 тысяч человек в день. При этом порядка 80% платежей за проезд идет именно безналичным способом. Это связано не только с тем, что так быстрее и удобнее. Проезд, оплаченный картой, обходится дешевле. И по-прежнему, если у пассажира не окажется карты, он сможет заплатить за проезд наличными кондуктору. В этом году валидаторами оснастят и трамваи, которые следуют по маршруту номер 24. Также аппараты появятся в городских троллейбусах. В первую очередь на машинах, работающих на 13 маршруте. Также планируется установить аппараты на 22 новых троллейбуса, поставка которых ожидается летом. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Путешествия в пространстве и во времени. В Самаре отправился в рейс первый экскурсионный ретро-поезд. Интерьер оформлен в стиле рубежа 19-20 веков. Новогоднее настроение создают тематические фото-зоны и винтажные атрибуты. Антураж оценила и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее о новом туристическом проекте в следующем сюжете. Легендарный паровоз прошлого столетия «Лебедянка» готов отправиться в путь. Он вышел на рельсы в составе уникального экскурсионного ретро-поезда, который доставит туристов из Самары в Жигулевск, где их будет ждать развлекательная программа. Проект посвящен 170-летию Самарской губернии и призван развивать внутренний туризм в регионе. Мы понимаем потенциал Самарской области, мы понимаем потенциал, какие красоты здесь. Сам город Самара, город Тольятти, Жигулевские горы, Волга. Мы видим это и, соответственно, приняли решение совсем недавно, 2-3 месяца, как приняли решение устроить Жигулевский тур выходного дня или тур одного дня в Жигулевский экспресс. «Хочу поблагодарить Жигулевскую железную дорогу за то, что такой поезд в новогодние каникулы у нас был организован, то, что наши жители имеют возможность разнообразить свой отдых, не только в городе Самар, но и со всей Самарской губернией. Хочу особо подчеркнуть, что здесь Самарский туроператор организует всю эту поездку. Хочу сказать им также огромное спасибо. Впечатления замечательные. Надеюсь, что такие же впечатления останутся и у гостей этого поезда, пассажиров этого поезда». Глава Самары Елена Лапушкина в числе первых гостей оценила антураж ретро-поезда. Здесь все стилизовано под начало прошлого столетия, а новогодние настроения создают тематические фотозоны и винтажные атрибуты. Яркий акцент в оформлении пространства СВ-вагонов – репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова. «Мы при запуске этого проекта действительно очень сильно переживали, как же будет сочетаться ретро-паровоз с фактически современными вагонами. Но было найдено благодаря действительно целому профессиональному сообществу очень важное решение, когда современные вагоны были стилизованы под старину. И сегодня мы фактически видим единый ансамбль, не боюсь этого сказать, настоящего полноценного ретро-поезда и, что главное, комфортного для самих гостей». Первыми на экскурсию по просторам Самарского края отправились 250 туристов, которые прибыли в регион на новогодние праздники. В планах у организаторов увеличить количество подобных экскурсионных туров до 10. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. «У вас девочка» – первая фраза кушеров в наступившем году. Малышка ростом 51 сантиметр и весом чуть больше 3 килограммов родилась в Самарской областной клинической больнице имени Семашко в первую секунду 2021 года. Родители назвали девочку Марией. По традициям медиков, рождение первой девочки – благоприятный знак. Наступивший год будет щедр на счастливые дни. По православному календарю наступило время рождественских святок. От Рождества Христова до Крещения. Для верующих это дни особой радости и усиленной молитвы. В этом году массовые мероприятия не проводятся. Многие самарцы отпраздновали святки в семейном кругу. Чаще всего за городом на природе. Главные же торжества прошли 7 января. На рождественском богослужении побывал Олег Зверев. Для времени рождественских святок на улице российских городов сегодня немноголюдно. Массовые мероприятия не проводятся. Таковы противоэпидемические требования. Рождество Христова многие отмечают семейным кругом. Шумные гуляния отменены. И это скорее повод найти время для домашней молитвы. Согласно церковному уставу святки – это время радости и особой молитвы. Для этого написано множество канонов и акафистов, которые изданы многомиллионными тиражами. И размещены в сети интернет. Достаточно иметь компьютер или любое мобильное устройство. С его же помощью можно навестить и поздравить родственников в любом уголке земного шара. И пригласить домой исполнителей народных традиций. За время новогодних каникул заболеваемость в Самаре снизилась. Как не допустить новые вспышки, обсуждали накануне праздника на заседании городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Все храмы были открыты для верующих. Особый контроль за соблюдением мер Роспотребнадзора. Очень надеюсь, что люди все-таки будут помнить о необходимости социального дистанцирования, ношения масок. Еще в Сочельник храмы Самарской епархии продезинфицировали. Помимо рождественских елок, помещения обеспечили санитайзерами и разметили для социального дистанцирования. Прихожанам старше 65 лет рекомендовали остаться дома. Это общие пожелания властей и светской, и церковной. В праздник Рождества мы будем слышать в храме такие слова. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся. Не должно быть страха. За исключением только другого очень важного понятия – страх Божий. Конечно, надо воспитывать людей, прививать сейчас такой образ мысли и такой образ действий, который бы минимизировал самую возможность заразиться. Но и в данном случае, обращаясь к людям верующим, хотел бы сказать, не надо искушать Господа Бога Твоего, как сказано в заповедях. В день Рождества Христова трансляции были организованы на многих телеканалах и интернет-ресурсах. Центральным местом торжеств в Самаре стал самый статусный Софийский собор. Богослужение здесь провел митрополит Самарский Новокубышевский Сергий. Рождество – самый значимый из двунадесятых церковных праздников – события, разделившие человеческую историю на две эпохи. Важно сегодня проникнуться тайной, это явление Бога в мир и услышать этот голос. Проникнуться в его, прежде всего, любовью, почувствовать его божественный мир, пробудиться любовью, милосердием и состраданием к ближнему. С Рождеством Христовым самарцев поздравили губернатор Дмитрий Азаров, и глава Самары – Елена Лапушкина. Вместе с россиянами праздник отмечают 7 января также поместные православные церкви, исторически наиболее близкие русской. Это грузинская, сербская, иерусалимская, польская и финляндская. Но так или иначе, Рождество приходит в каждый дом в виде новогодней елки, праздничного стола и времени новой эры, в которой все мы живем. А в дореволюционной России этот праздник был днем всенародного ликования, независимо от национальности и вероисповедания. Так же, как в наши дни, 9 мая, в сочельник 1812 года был утвержден манифест окончания Отечественной войны. 7 января отмечено в календаре Русской Православной Церкви как день избавления России от нашествия галлов, иначе говоря, полного разгроба армии Наполеона. Праздник был установлен на Рождество по указу императора Александра I, незаслуженно забыт в 20 и 21 веках. И вот теперь, в честь Дня Победы в Отечественной войне 1812 года снова звучит радостный колокольный перезвон. Олег Зверев, Константин Головин. События. Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов помог сборной России одержать важную победу. В минувшие выходные в немецком городе Оберхофт завершился очередной этап Кубка мира. В заключительный день соревнований прошла смешанная эстафета. В составе сборной России выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и уроженец села Камышлы Эдуард Латыпов. Самарец бежал в заключительный этап и на последнем круге обошел соперников, вырвав победу перед самим финишем. Этот успех для сборной России стал историческим. Команда прервала серию из 43 гонок без медалей. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok